большая стройка что это там комплекс строит? или что это? много сразу кранов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь кранов сразу нифига себе мы едем на Балан на 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 Балан рим такой Балан Баланчу Район Балан, кстати, в Шэньчжэне это самое старое поселение вот когда Шэньчжэнь еще не существовало вообще давным-давно-давно, вот именно если копать в историю, то была деревня-поселение как раз в Балане вот люди жили здесь, в территории Шэньчжэнь именно там, а вообще Шэньчжэнь здесь одни болота вообще, горы и болота на границе с Гонконгом вот что такое Шэньчжэнь буквально двадцать лет назад здесь вообще ничего не было вот кроме как на Балане там были первые поселения они, ну они давно уже были насчитывают где-то ну много прям лет, прям сотни лет вот, а так в самом Шэньчжэнь центральная его часть начала расти именно с района Луопу на границе с Гонконгом, потому что как может быть вы знаете, что город Шэньчжэнь это такое окно в мир, который фактически копия Гонконга взрыв экономический Гонконга произошел и китайцы решили сделать подобие этому взрыву в виде Шэньчжэня опять же получилось конечно же в Китае все-таки не зря все говорят что самый простой путь к успеху это скопировать имеющийся успех ну и вот Шэньчжэнь это тому тоже также доказательство в том числе как в девяностые вся электроника Шэньчжэнь это электронный центр Китая вот аббревиатура букв Шэньчжэнь то есть Шэньчжэнь как есть такое писали на латинице вот это называли искусственный как он назывался искусственный слушайте я забыл Шэньчжэнь его называли Шэньчжэнь то есть по-китайски сами же люди проводили такую аналогию потому что производитель электроники здесь в городе Шэньчжэнь они не писали что сделано в Шэньчжэнь они писали что Made in SZ не писали что это Шэньчжэнь и люди называли что это Шэньчжэнь то есть все что сделано электроника вся сделана здесь в Шэньчжэнь и это вся подделка все копии ну и вот такой вот копии тоже определенная копия Гонконга под названием Шэньчжэнь сейчас ой смотри-ка на все эти два здания соединены между собой я не вижу смотри о вижу да прикол вот они большая но прикольно как в Чончинь сделали эту копию сингапурского зданий сколько там четыре или пять зданий в Сингапуре переплюнули Сингапур в Чончинь переплюнули Сингапур такую круто сделали кстати обычно на вопрос даже китайцы ты спрашиваешь какой город с самой большой агломерацией во всем Китае то есть популяция людей с городом и вокруг его в Китае самый большой город обычно говорят Бикин Шэньхай там еще какой-то город там любой Шэньчжэнь может быть Гуанчжоу нет на самом деле самая большая агломерация в Китае это город Чончинь это город где-то в 250 км или 300 км от города Чэнду провинции Сычуань когда-то Сычуань включал себя в состав Чончинь сейчас Чончинь считается отдельно отдельным как это получается регионом независимым провинцией независимой ну на самом деле это город окруженный горами очень плотно из-за чего в городе очень жарко вот но вот город Чончинь это самый большой а почему там перенаселение почему такое перенаселение платятся хорошо да ну какой еще ответ почему семья большая потому то родители наоборот здесь платились потому что здесь же тепло да ну там тоже тепло там зимы снега там нет зимой там в районе 10 градусов средняя температура вот ветров там тоже больше нет потому что город окружен горами вот это же просто тот город старее да город конечно очень старый он очень такой он город монстр супер мегаполисов а многие даже не знают такой город да я вообще не знаю кстати на русском языке он называется мне очень не нравятся вот эти адаптации на русский язык город называется Чончинь даже Чончинь он называется Чончинь на китайском и также Чончинь да и по-русски ну примерно могли бы у нас шбуку Че есть могли бы назвать Чончинь то же самое было бы нормально близкое произношение также как город Нанчинь южная столица он бы здесь Бэйдинг есть а есть Нанчинь Бэйдинг Бекин да есть Нанчинь Бекин могли бы называть по-нормальному Чончинь очень похоже по-русски как же Чончинь ну вот эти мягкие знаки это абсолютно не нужно потому что обычно добавляют на русском языке это совершенно неправильно китайцы так не говорят да потому что правильный звук это как раз согласный звук именно подчеркивающийся твердым знаком и уходящий в нос вот такой звук Шэнчэн 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 все опять попадем тут дождь какой-то серость даже потом портится а почему? потому что на бывании всегда так да как будто совпадение окончались окончались кро! Поехали! Продолжение следует...